Представьте, что вы находитесь на суде, который решит вашу судьбу. Но судья – это ваш папа. Именно с таким настроением евреи по всему миру отмечают еврейский Новый год – Рошашана. Но на самом деле подготовка к Новому году у каждого из евреев занимает целых 40 дней. Что же в них включено – сейчас расскажу. Первые 30 дней евреи подводят итоги года, а далее следует 10 дней раскаяния. От судного дня – Рошашана до Йом-Кипура. В Йом-Кипур оглашается приговор, вынесенный каждому из нас на Новый год. И поэтому перед этим событием в 10 дней раскаяния люди, даже очень далекие от религии, стараются посещать синагогу, просить прощения у тех, кого они обидели. И в целом вести более праведный образ жизни. Вести себя перед оглашением страшного приговора праведно 10 дней – верная тактика. Но, как говорят еврейские мудрецы, лучше вести себя праведно не от Рошашана до Йом-Кипура – 10 дней, а от Йом-Кипура до Рошашаны – 355 дней. Йом-Кипур – день искупления, завершая 40-дневный период духовного очищения. В этот день нельзя есть и пить, носить кожаные вещи и пользоваться мазями, исполнять супружеский долг и в целом совершать те виды работ, которые запрещены в Шаббат. Вся страна, весь Израиль замирает в ожидании вынесения приговора. И несмотря на все эти запреты, Йом-Кипур считается самым торжественным и важным днем в году для каждого еврея. Именно в этот день оглашается приговор. Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит. Среди традиций, которые приняты даже в светской среде – пожелание записи в книгу жизни и искренняя просьба прощения у каждого близкого и даже не очень близкого человека. Этого мы желаем и вам – легкого поста и записи в книгу жизни.